Привет, с вами Сойер. Хочу поговорить сегодня про CodeReview. Встречал такое мнение, что эта техника считается не очень полезной и многие команды отказываются от ревью кода, потому что есть две проблемы. Первая проблема связана с тем, что CodeReview не бывает глубоким и многие считают, что только какие-то совершенно косметические правки можно сделать в этот момент и они особого смысла не имеют. А вторая проблема, о которой часто говорят, заключается в том, что многие воспринимают CodeReview как еще одну дополнительную проверку и разработчики, которые отдают свой код на ревью, не уделяют достаточно внимания деталям, не проверяют этот код самостоятельно, а надеются на ревьюера. Ну и в сумме вот как раз такое поверхностное ревью плюс вот эта вот надежда на кого-то еще, оно заставляет попадать в продакшн код, который не очень хороший, не очень качественный. И многим это не нравится. И я даже встречал мнение, что CodeReview это вредная техника и внедрять ее в свой технологический процесс не стоит. Ну слава богу, что большая часть разработчиков все еще верит в ревью. Да, многих не устраивает качество ревью. Я знаю, что многие хотели бы, чтобы их код ревьюер, ревью их кода делали гораздо детальнее, тщательнее, но так или иначе, что есть, то есть, что называется. Поэтому ревью это полезная штука, единственное, что мне хотелось бы поделиться теми наработками и тем мнением про CodeReview, которые я получил благодаря опыту. Я делал ревью во многих проектах и понял одну вещь. Ревью не надо воспринимать как проверку кода, все-таки по смыслу, это оценка кода. И ревью это такой процесс, как все в программировании, он не должен быть таким, знаете, пугающе объемным. Ревью не должно вызывать какого-то, знаете, усталости, думать, а блин, сейчас же еще ревью надо делать. Нет, моя идея и то, как я делаю ревью заключается в следующем. Первое, от чего я отталкиваюсь, это то, что совершенного кода не бывает. Ну, не бывает так, чтобы разработчик взял и с первого раза написал программу, которая будет идеальна, или часть программы, которая будет идеальна. И все дело в том, что для того, чтобы написать качественный код, нужно учесть слишком много факторов. А знаете, что человек такое существо, которое умеет единовременно следить только за несколькими моментами, не более семи аспектов называют некоторые источники. И поэтому, когда программист пишет код, он сосредоточен только на нескольких аспектах. Это, возможно, бизнес-логика, отказоустойчивость, нагрузоустойчивость, ну, вот такие вещи. То есть, он сосредоточен на чем-то конкретном и, например, не думает про тестирование, про рефакторинг, про вектор развития этого кода. И, естественно, в такой ситуации невозможно написать код, который будет, ну, таким, скажем, ну, не идеальным, но хорошим, да. Потому что идеальный код – это, конечно, тоже утопия, его просто в природе не существует. И вот в этом вся проблема. Поэтому для того, чтобы код становился лучше и придумали ревью. Но ревью бессмысленно без рефакторинга. То есть, если в вашей команде нету практики делать рефакторинг своего кода, возвращаться, переосмысливать, переделывать, тогда и ревью делается бессмысленно. Потому что ревью по своей задумке не должен быть объемным, как я сказал. Он должен быть небольшим, таким, чтобы не вызывать отторжения и не тратить на себя много времени и ресурсов, чтобы разработчик мог быстро пробежаться по коду и сделать какие-то замечания, предложения. Это важно. То есть, рефакторинг плюс ревью должны работать в паре. И здесь еще важный момент. Когда вы возвращаетесь к какому-то коду несколько раз, то со временем он становится лучшим. Но есть код, так называемый, горячий и холодный. Горячий код – это который многократно используется в проекте, который, соответственно, и рефакторится чаще, потому что он очень много где используется. А холодный код – это такой код, который мы один раз написали, редко где используем и практически не рефакторим. Поэтому это правильно, потому что тот код, который мы чаще используем, он, естественно, должен и выглядеть лучше, а тот, который мы используем код реже, он может быть уже и похуже. Но, на мой взгляд, не надо рефакторить все подряд, не надо выискивать какие-то холодные, как я их называю, места, а нужно, наоборот, только сосредоточиться на горячих местах. Потому что рефакторинг, код-ревью – все это ресурсы, все это время, и тратить их на бессмысленные переделки того, что не особо-то и востребовано, мне кажется, не очень правильно. Поэтому вот две вещи, которые идут рука об руку – это рефакторинг и ревью, и объем ревью не должен быть большим, чтобы не быть таким пугающей нагрузкой для разработчика и не вызывать отторжение. Далее, нужно еще понимать, что перед ревью очень важно сделать автоматизацию всего, что можно. То есть, характеристики, которые связаны с кодом, должны быть посчитаны и мониториться регулярно. Ну, я, например, говорю о покрытии кода тестами, я говорю о производительности, о таких вещах, которые влияют на качество результата, и мы можем их измерить и, соответственно, контролировать. И в этом смысле мы должны обязательно настроить автоматические сборки, автоматический деплой, автоматическое тестирование. И перед ревью кода у ревьюера уже должен быть небольшой отчет, в котором содержатся все основные характеристики кода, посчитанные в автоматическом режиме, и все они должны быть в зеленой зоне. Понятное дело, иначе смысла нет принимать и смотреть такой код в работу. Поэтому автоматизация максимального количества действий – это важно, потому что современная разработка, она очень быстрая, очень энергичная. И если у вас очень, скажем, такой ревью кода выполняет и функции автоматизированных проверок, автотестов и так далее, это будет болезненно и будет тяжело выполнять. Поэтому вот все, что можно автоматизировать, обязательно автоматизируем. И еще один важный момент – это определиться все-таки с правилами игры. На самом деле многие разработчики считают, что с опытом у вас появляются какие-то наработки, которые позволяют, ну, так знаете, с первого взгляда на код сделать замечание и понять, что с ним не так, выявить какие-то проблемы, в том числе алгоритмические. Это, конечно же, не так, потому что, во-первых, есть разные проекты, проекты могут находиться на разных стадиях, у проектов есть разное количество ресурсов. Например, у нас есть всегда временной ресурс и денежный ресурс. Ну, ресурс денежный, я имею в виду, это все, что можно купить за деньги. Но бывает такое, что за деньги нельзя купить время. Это, знаете, из серии 9 рожениц не могут родить ребенка за один месяц. Вот бывает такое, что нужно какое-то количество времени в проекте, которое никак нельзя ускорить за счет финансовых вливаний. Поэтому ресурсы ограничены, и в зависимости от того, какие у нас ресурсы есть в проекте, на какой он стадии находится, у проекта могут быть разные приоритеты. И, естественно, на ревью кода мы должны учитывать наши возможности, и ревьюер не должен предлагать изменения, которые требуют колоссальных трудозатрат. И если у нас возникает ситуация на ревью, когда мы не можем дать замечания, которые недолго устранять, такое емкое небольшое замечание, то такие вещи должны делаться в рамках уже тасков, в рамках спринта, не пытаясь вытащить на ревью устранение каких-то больших проблем. Да, мы можем на ревью нащупать какую-то проблему, увидеть ее, но если мы видим, что по ресурсам она слишком объемная, тогда ее лучше вынести в отдельный таск и решать уже планомерно. То есть в рамках ревью не обязательно должны быть устранены все замечания. Это тоже важный момент. Ну и говоря о правилах игры, я также имею в виду, что это функциональные, нефункциональные требования. У нас должны быть определены граничные условия для того, чтобы мы понимали, с позиции чего мы смотрим на код. Потому что известно, что существует такой закон два из трех, который говорит, что существует всего лишь два из трех признаков, которые мы можем оптимизировать, третий мы оптимизировать не можем. Ну то есть в программировании часто бывает такая ситуация, когда мы улучшаем что-то одно, ухудшаем другое. И так как требования находятся в таком своеобразном противовесе, то мы не можем сделать и то, и другое. То есть нам нужно найти баланс. И в этом смысле как раз определившись с правилами игры, расставив приоритеты, определившись, что нам важнее, условно говоря, производительность или красота кода, правильная классовая декомпозиция и так далее, мы уже определяем, соответственно, тональность, ревью. И без вот этих вот определений, если мы не знаем, для чего мы делаем проект, если мы не знаем конечную цель, то бывает так, что ревью становится совершенно бессмысленным. Ну элементарный пример. Например, мы делаем обычный урок для новичков, которым нужно сделать максимально понятно, и делаем код под высокую нагрузку. Естественно, для новичков мы не будем использовать какие-то сложные конструкции, а будем максимально все упрощать. И наоборот, в коде под высокую нагрузку делать какие-то глупые, пусть и наглядные вещи, которые будут сильно влиять на производительность, мы не можем. Ну, то есть, такой может быть слегка не из реальности, не реалистичный пример. Но, тем не менее, мысль должна быть понятна. Мы должны определиться с целями. В каждом проекте есть конкретная ситуация, финансовая, ресурсная и так далее, которая должна быть учтена, и код-ревью должен быть прагматичным. Не надо быть вот таким фантазером, который делает все и вся на код-ревью. И вот это все в сумме, все вот эти советы, они делают код-ревью более осмысленным. Мы, повторюсь, не должны стараться достать звезды. Код-ревью должен быть очень таким приятным, ну, не приятным, но ненапряжным процессом. По чуть-чуть изменяя код в лучшую сторону, мы со временем горячие места, многократные хатрифакторы, мы сделаем все лучше. Ну, и даже какие-то холодные места со временем будем зацеплять и делать их лучше. И так постепенно мы сделаем кодовую базу лучше. И самое важное, что при таком подходе мы сохраним вот это хорошее взаимоотношение в команде, которое важнее на самом деле хорошего кода. Потому что часто бывает, что на ревью кода люди сцепляются. Один занимает позицию «мой опыт говорит так», другой говорит «мой опыт говорит так». И они вот не могут прийти к единому мнению. И даже бывают такие ситуации, когда на ревью попадает откровенная такая вкусовщина. И тогда мы можем просто отказаться выполнять это замечание, сказав, что мы вкусовщиной не занимаемся. Все замечания должны быть четко сформулированы. Они должны содержать по возможности даже небольшое сравнение используемого метода и предлагаемого изменения, которые должны быть максимально конструктивными и желательно измерены в числах, а не в моем опыте, как часто любят делать. Ну и естественно, если возникает какой-то сильно спорный момент, он вносится на суд команды, и команда уже коллективно принимает решение. Но таких ситуаций нужно избегать. Нужно стараться делать код ревью максимально таким спокойным процессом, не вступая в конфликты. Потому что, говорю, внутренний дух команды и коллективное такое взаимоотношение важнее. Если члены команды друг друга недолюбливают и на код ревью отыгрываются, это в конечном итоге никогда не приводит к хорошему, позитивному результату. Ну вот какие-то такие мысли насчет код ревью я попытался сформулировать. Надеюсь, вам было интересно. С вами был Сойер. Добавьте в комментариях, что вы думаете и думаете ли вы вообще про код ревью. Считаете ли вы эту технику полезной. Ну а на этом все. Спасибо, что слушали. До свидания.